Первый октября в России стартует всероссийская перепись населения. Она пройдет по всей стране и Мариэл не исключение. Подробности столь масштабного события расскажет руководитель Мористата Александр Целищев. Александр Витальевич, здравствуйте. 1 октября стартует перепись. Известно, что она будет первой цифровой и последней бумажной. Какие новые цифровые технологии будет использовать Росстат? Перепись, во-первых, состоится с 1 по 31 октября. Она разделена на три условных этапа. С 1 по 25 октября у каждого жителя РФ есть возможность произвести запись о себе через портал интернет, через многофункциональный центр, через смартфон, через госуслуги. И также прийти на стационарный участок и дать запись о себе. Второй этап включает непосредственно переход переписчика от одного адреса к другому. Он будет проходить с 4 по 27 октября. И третий этап – это когда у нас будет контрольный вход с 28 по 31 числа. И кто не попал уже в охват переписи, будут информации браться с административных данных. Но только всего лишь полвозраста и год рождения. У нас в раунд 18-20 годов попало несколько десятков государств, которые уже склонны приходить через интернет-перепись и перепись населения. И вот если в Европе, в Швейцарии, допустим, 1%, а вот интернет-переписи населения произошло, то в Эстонии аж 67%. Мы также предполагаем, что у нас на территории Российской Федерации будет три этапа. И предполагаем, что интернет-переписью мы охватим до 10% населения. Такой опыт у нас уже был в припробной переписи 2018 года. Он у нас был в 9 территориях Российской Федерации. Ну и также показал, что такая возможность есть. От 2 до 6% разных районах и областях она у нас была осуществлена. Опрос населения будет проходить не только на бумажный носитель, как это было раньше, но в основном будет на планшеты. Поэтому мы говорим, что это цифровая перепись, поскольку запись на планшетный компьютер, он позволяет нам очень быстро произвести ответы, переслать информацию на сервер для обработки. Конечно, в первые итоги можно получить гораздо быстрее, нежели чем на бумажных носителях, когда нужно каждый листочек вводить, чтобы он мог его расшифровать. Поэтому сегодня все усилия направлены на то, чтобы, во-первых, подсказать населению, как это можно сделать. Во-вторых, обучить свой переписной персонал. И на самом начальном этапе обучить, в основном, самому прогрессивному населению, конечно, намерены студенты, госслужащие, чтобы можно было сделать эту запись вот таким образом. Вы сказали, что порядка 10% пройдет перепись дистанционно или онлайн. А где это можно будет сделать? Это можно будет сделать, допустим, у себя на персональном компьютере. Если у вас есть выход на госуслуги, на портал, и у вас есть на портале по единой системе ЕССИА, единая система идентификации личности, запись стандартная, то по госуслугам можно будет запись сделать по клику, значит, перепись населения. Там все вопросы будут такие же идентичные, как в бумажных, допустим, носителях. А где-то это можно сделать вне дома, предположим? Конечно. Многофункциональный центр, вот как у нас единый центр, который оказывает многочисленные услуги нашим гражданам, там будет у нас стационарный участок, на который можно прийти и дать информацию о себе. Хорошо. А что у нас будут спрашивать? Ну, у нас три формы переписных листов. Это форма Л – это лицо, форма В – это время, находящееся на территории Российской Федерации, и форма П – это информация о помещении. По форме, значит, Л у нас 23 вопроса. На каждый вопрос есть несколько вариантов ответов, которые, значит, при подсказке переписчика, может быть, как-то вот интервью расообщить о себе. Но они разные, не только там полвозраст, это и гражданство, это национальные принадлежности, это образование, значит, источники доходов, трудовая деятельность. В принципе, часть вопросов, они для того, чтобы были сопоставимы с предыдущими переписами, чтобы можно было сравнить те периоды эти, они схожи. Но часть все-таки имеет более расширенную, значит, структуру, для того, чтобы можно было, ну, более точно, что ли, определить, чем население занято. То есть зарплату спрашивать не будут? Зарплату спрашивать не будут. Будут спрашивать только источники. То есть у каких источников вы существуете сегодня вот на этой земле? Благоустройство какое может быть, отопление какое может быть, либо, значит, индивидуально, либо централизованно, значит, коммуникации, какие могут быть холодная вода, горячая вода, значит, или подогрев воды у нас идет через какой-то внутренний источник. Это все связано с тем, чтобы программы развития Российской Федерации, значит, у жителей всегда были в перспективу на 10 лет. А можно на какие-то вопросы не отвечать? Конечно, можно. У нас закон не запрещает не отвечать и даже не обосновывать, что отвечать я не буду. Ну, вот поэтому, чем точнее, в принципе, человек ответит, тем эти качественные будут характеристики населения. И тем больше можно, значит, просчитать различных вариантов развития населения на ближайшие 10 лет. Поэтому мы сегодня под лозунгом «Создаем будущее» всегда агитируем население, чтобы они давали более точную, правдивую информацию себе, потому что программы развития — это на 10 лет вперед. И через три года, допустим, какой-то информации, если не будет недостаточно, будет очень сложно что-то предсказать, какое направление нужно развивать. Допустим, по уровню образования, по уровню развития каких-то трудовых направлений. То есть строить в данном местности какое-то большое промышленное предприятие и не строить. Хватит здесь рабочей силы или не хватит. Полная информация населения, значит, бывает только при его обновлении. Это обновление у нас происходит один раз в 10 лет, согласно решению Организации Объединенных Наций. И оно практически происходит не реже одного раза в 10 лет во многих государствах мира. А опыт других зарубежных, предположим, стран вы как-то позаимствовали при проведении этой переписи? В Республике Белоруссии мы были, участвовали. Там, кстати, очень неплохие показатели. Они очень широко применили эту электронную перепись населения. И на 9 миллионов 453 тысячи жителей у них 2 миллиона 24 тысячи переписались через интернет. То есть это очень хорошая цифра, это примерно 21% охвата. То есть там тоже современные технологии придерживаются, как и во всех государствах Европы и мира. В этом году у нас будет в апреле месяце перепись в Соединенных Штатах Америки. Там также делают упор на перепись по цифровым каналам. Китая будет, Индонезия, ну и многих десяток государств мира в этом году также будут продолжать раунд 2018-2020 года. Давайте теперь остановимся на тех людях, которые придут к нам домой. Переписчики, сколько их, какова их оплата труда, проходит ли они какое-то обучение перед тем, как отправиться по адресам? На сегодняшний день у нас примерно 50% уже кандидатур подобрано для участия в переписи населения в качестве переписчика. Значит, переписчиком может стать любой человек, лицо, проживающее на территории Российской Федерации, имеющий гражданство Российской Федерации, не моложе 18 лет. Но при этом одно, чтобы у него не было никакого криминального прошлого, потому что мы будем любого переписчика проверять через базу МВД. После того, как мы с ними заключим трудовое соглашение, мы будем три дня его обучать. Полных три дня по пятичасовой программе. Только после этого мы его допустим на тот счетный участок, который мы сегодня уже сформировали. То есть сегодня главная задача Мари-Стата была сформировать оргплан, куда должен идти переписчик. То есть те границы, участка, по которому он должен ходить, будет с 4 по 27 октября, для того, чтобы пообщаться с 550 числом жителей. Правильно ли я вас поняла, что в основном среди переписчиков будут студенты? Нет. Студентов будет примерно процентов от 10 до 20. Но в основном тут будут у нас и пенсионеры, тут у нас будут работники, бывшие работники различных государственных учреждений, и именно для чего мы приглашаем даже находящихся на пенсии людей, потому что они имеют богатый опыт общения с людьми. Они могут иметь знание, как расположить человек к себе, как с ними разговаривать, потому что люди все разные. И для того, чтобы понять, чем человек дышит, как живет, нужно, конечно, очень аккуратно с ними общаться. Если, предположим, переписчик придет в квартиру, а в доме лишь один ребенок, вы учите, как ему себя вести в этой ситуации? Конечно. Это все будет рассказано в программе обучения. Ведь могут быть разные, не только там ребенок находится, может быть, и свадьба, а может быть, и похорона, может быть, какая-то другая ситуация печальная или, наоборот, радостная. Поэтому каждого переписчика мы будем обучать, как себя вести в той или иной ситуации. Лучше, может быть, отложить, перенести на другое время, прийти по следующему адресу. То есть здесь мы прорабатываем все варианты. А не будут сдавать какой-то экзамен? Конечно, опрос контрольный будет. А как понять, что пришел именно переписчик, а не мошенник? Ну вот в этом случае у нас как бы специально есть экипировка будет. У каждого переписчика это специальный жилет с надписью ВПН-2022, то есть Российская переписка селения 2020 года. У них будет портфель через плечо с обязательным логотипом Росстат, где будут находиться все его инструментарии, запасные переписные листы, планшеты, фонарики, некоторая другая атрибутика еще. А также, самое главное, у него, у переписчика должен быть обязательно паспорт и специальное удостоверение с логотипом Росстат, потому что он должен представиться и показать в первую очередь паспорт. У нас были такие комичные случаи, когда, допустим, переписчик приходил, допустим, в Килимарские леса, находил там на отшибе художника одного, а он, испугавшись, бежал сразу умываться, потом говорит, ну, наверное, вы переписчики. Он говорит, почему? Потому что ко мне никто не ходит, только переписчики. А как будут переписывать лиц, предположим, без определенного места жительства, или тех, кто работает вахтовым методом в других регионах страны? Ну, у нас есть уже опыт 2002-го и 2010-го годов, когда мы, значит, бездомных людей собирали вместе, вот, со службами социальной защиты населения, оказывали, социальная защита населения, оказывали различные, значит, услуги, вплоть до, там, медицинской какой-то помощи, социальной помощи, ну, при этом, конечно, все это подходило с сопровождением полиции, потому что они знают места скопления вот этих вот лиц, без определенного места жительства. У нас есть также перепись специального контингента, которая подразумевает это лица Министерства обороны, управление, исполнение наказания, внутренних дел. То, что все жители должны пройти в перепись, не только те, кто свободно проживает, но и те, кто у нас ограничены пространством. Вот, ну, к радости, может быть, у нас нет закрытых таких городков военных, поэтому у нас более-менее все так открыто. А те лица, которые у нас будут переписываться, допустим, в структурах МВД, там будут специалисты МВД приниматься на работу. В системе ОИН специалисты, значит, управление, исполнение наказания. Какие самые главные выводы можно будет сделать после того, как будут озвучены первые результаты переписи? Ну, во-первых, о количестве населений, которые проживают на данный момент, на 1 октября 0 часов 2020 года. Вот, в каком, допустим, состоянии оно находится в плане обеспечения и жилищем, и, значит, источниками доходов, и образовательным уровнем, ну, и гражданством, конечно. А когда мы получим первые итоги переписи? Ну, самые первые итоги, значит, по численности мы получим уже в конце декабря месяца 2020 года, то есть в этом году. Александр Витальевич, спасибо большое, что нашли время и ответили на наши вопросы. Спасибо вам. А я напомню, что они сегодня были заданы руководителю Мористата Александру Целищеву в связи с тем, что 1 октября в России стартует всероссийская перепись населения. Редактор субтитров А.Семкин